Приветствуем вас, дорогие друзья, на уроке Библейского института BBN. Мы продолжаем тему о духовной депрессии. До сих пор в нашем разговоре о духовной депрессии мы ограничивались трудностями, которые подстерегают человека в начале его христианской жизни. Эти трудности часто обусловлены недостаточно ясным пониманием Благой Вести. Теперь мы приступим к рассмотрению трудностей, возникающих уже после того, как человек миновал эту начальную стадию. Нет такой фазы христианской жизни, которую не сопровождали бы те или иные опасности. Ничто не противоречит учению Нового Завета больше, чем представление о том, что стоит вам поверить и обратиться, как всем вашим бедам и проблемам придет конец. Это неправда. Это неправда прежде всего потому, что у нас есть враг, противник наших душ. Но мало того, в нас живет союзник врага, наша ветхая природа. И эти двое непременно позаботятся о том, чтобы у нас были трудности. Наше дело понять, чему учит Писание. Тогда мы не попадемся в ловушки, которые так изощренно и с таким тонким знанием человеческой природы расставляет враг. Он следует за нами так же, как следовал за Господом, по пятам. Он искушал и испытывал нашего Господа в пустыне 40 дней. После этого Он оставил Его, как сказано, только на время. Он не оставил Его навсегда. Он возвращался снова и снова. Мы видим это в Гефсиманском саду. Он продолжал свои нападки даже тогда, когда наш благословенный Господь умирал на кресте. Я говорю об этом не для того, чтобы ввести вас в депрессию. Но я хочу, чтобы вы смотрели на вещи реально. А реалистичный взгляд всегда содержит в себе зерно надежды. Нет ничего хуже, чем убаюкивать людей сладкими речами, усыпляя в них бдительность и создавая ложное чувство безопасности. Незавидно будет их положение впоследствии, когда они внезапно очнутся и обнаружат, что со всех сторон окружены трудностями, которым не готовы. «Быть предупрежденным» значит быть вооруженным. Мы помним этот мощный по силе воздействия стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять» – Ефесянам 6, 13. В этой беседе мы попытаемся рассмотреть различные элементы этого могучего оружия, которое Бог нам предоставил. Ведь важно не только правильно начать, не менее важно правильно продолжать, иначе мы опять окажемся несчастными. Это прекрасно показано в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 26 по 32 стихи. Они начали хорошо, но если они хотели стать деятельными, действительно свободными, то должны были и дальше держаться избранного пути. О том же самом идет речь и в притче о сеятеле. Многие принимают истину с великой радостью, но оказываются неспособными на длительное усилие. Важность правильного продолжения – жизненно важный принцип. Теперь давайте обратимся к притче о работниках в винограднике. Она записана в Евангелии от Матфея, в 20 главе. Мы прочитаем отрывок из этой главы. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выше до около третьего часа он увидел других, стоящих на торжеще, праздно. И им сказал, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выше до около шестого и девятого часа сделал то же. Наконец, выше до около одиннадцатого часа он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили они по динарию. И получившие, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. Это было Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стихи. Очень важно правильно трактовать эту притчу. Многие заостряют свое внимание только на одном моменте. На одиннадцатом часе. Они думают, мне не стоит беспокоиться из-за своего спасения сейчас. Я займусь этим в конце жизни. Я буду как те люди, которые начали работать в одиннадцатом часу и получили ту же плату, что и проработавшие с самого утра. Нет ошибки более роковой, чем это. Мудро было как-то сказано в связи с умирающими рядом со Христом разбойниками. Другая опасная тенденция – это стремление превратить притчу в аллегорию, то есть взять каждую деталь в отдельности и вложить в нее духовную истину. Необходимо помнить, что одна притча обычно призвана проиллюстрировать только одну истину. Именно поэтому, например, наш Господь рассказывает целую серию притч о Царстве Небесном в Евангелии от Матфея в 13 главе. Невозможно вместить всю истину в одну притчу. Одна притча демонстрирует один ее аспект, другая – иной. Они дополняют друг друга и все вместе создают целостную картину, но каждая в отдельности призвана передать лишь один аспект истины. Так каков же этот один аспект истины, который отражен в данной притче? Ответ подчеркнут словом «ибо». Ибо – Царство Небесное. Вспомните контекст. В притче предшествует инцидент с богатым юношей, после которого Петр, обращаясь к Господу, говорит, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус отвечает, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии или в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который...» И так далее. Это записано в Евангелии от Матфея. В девятнадцатой главе с двадцать седьмого по тридцатой стихи, в двадцатой главе с первого стиха. Иными словами, этой притчей наш Господь обращался к Петру, поскольку уловил в вопросе Петра очень неправильную и фальшивую ноту. Он предостерегает его самым серьезным образом. Правильность такого толкования подтверждается тем, что в конце притчи Господь еще раз повторяет. «Будут последние первыми и первые последними». Принцип, который нам надо осознать и который иллюстрируется в притче, заключается в том, что христианская жизнь есть одна только благодать от начала и до конца. Мы уже говорили о том, что пришедшие в конце благословляются наравне с пришедшими в начале. И хочу напомнить вам, что в целом мы обсуждали вопрос об унынии тех людей, чье обращение происходит уже в преклонном возрасте. А теперь обратимся к тем, кто начал свой путь правильно, но у кого впоследствии начались неприятности. Как часто это происходит? В каком-то смысле все новозаветные послания написаны, чтобы помочь именно таким людям. Первые христиане, к которым послания обращены непосредственно, уверовали, однако позже ими овладевала депрессия. И эта опасность постоянно угрожает нам. Недостаточно только начать правильно, мы должны также и продолжать правильно. Порой люди, познавшие освобождение, которое Бог дарует своим детям, снова попадают в рабство к окружающим нас культам. И опять эти люди становятся жалкими и несчастными. Попытаемся проанализировать причины этой проблемы. Почему они, принятые в виноградник еще на заре, в итоге оказываются недовольными? Почему они ворчат и ропщут? А дело в их изначально неправильном отношении к самим себе и к своей работе. Есть определенный намек в слове «договорившись», стих 2. О договоренности упоминается только, когда речь идет об этих первых работниках. Всем последующим хозяин виноградника просто говорит «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». И те шли вполне довольны. А вот первые работники, по-видимому, потребовали договоренности. То есть с самого начала в их позиции имелась некая червоточинка. У них была эта склонность торговаться, предъявлять требования, заранее обговаривать определенные вещи. Они очень хорошо отдавали себе отчет в своей работе, в той работе, которую они выполняют. И в процессе работы они как бы наблюдали за собой со стороны, следили, сколько они уже сделали. Какая ужасная вещь. Но разве мы все не виновны в том же самом? Самая серьезная опасность для любого проповедника заключается в том, что в ходе проповеди он постоянно рискует совершенно незаметно для себя начать наблюдать за собой со стороны, любоваться собой. Короче, не на секунду о себе не забывать. Это может просочиться в любое служение, во все, что мы делаем. Это совершенно естественно для мирского человека, который постоянно играет, словно на сцене, и наблюдает за собой. И мы часто берем эту привычку с собой в христианскую жизнь. Кроме того, нанятые первыми сравнивали работу, которую они выполнили, с работой, проделанной остальными работниками. Они не только тщательно регистрировали, сколько часов отработали, но и внимательно следили за работой других. Наш Господь отвергает такую позицию. В Царстве Божьем она не принимается. Господь почувствовал ее в вопросе Петра. «Мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Здесь явственно видна установка на введение какого-то торга и предъявление требований. В Царстве Небесном такая установка абсолютно по определению неприемлема. И она непременно приведет к беде того, кто ею руководствуется. Особенно печально и даже трагично то, что она приводит человека к беде в тот самый момент, когда наш Господь особенно щедр и милосерден к нам. Трагизм этой притчи объясняется тем, что эти люди проявляют свой истинный характер. Они видны как на ладони. Ужасный торгашеский дух, владеющий ими, обнаруживается как раз в тот момент, когда хозяин дома в своей доброте дает динарий последнему работнику точно так же, как он дал его первому. Из-за своей изначально неверной установки, из-за своего непонимания принципов благодати, они рассчитывали получить больше остальных. Им в самом деле казалось, что они заслуживают большего. И в своих рассуждениях они были абсолютно логичны, последовательны. Если исходить из их предпосылок и из их базовых установок, то такой вывод неизбежен. Им казалось, что они имеют право на большее. И не получив это большее, они возмутились. Затем, как говорится в притче, они начали роптать. И счастье, и радость исчезли, как не бывало. Они роптали, потому что не получили дополнительной оплаты. Разве это не ужасно? К сожалению, и христиане также часто бывают такими. Когда они жалеют себя за перенесенные тяготы и считают, что их незаслуженно обошли. Когда без конца озабочены отстаивая на своих прав и думают, что с ними обходятся слишком сурово. Новый Завет решительно осуждает всяческий ропот. Ну вот, хотя бы один пример. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Филиппийцам 2 глава с 14 по 16 стихи. Как трагично, что христиане опускаются до жалости к себе и ропота, вместо того, чтобы радоваться во Христе Иисусе. Они забыли этот великий принцип благодати, на котором строится вся христианская жизнь. А это приводит к еще худшим вещам, к презрению и в то же время зависти к окружающим. Первые работники в притче говорят, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Тут мы видим в них ту же зависть, что и у старшего брата в притче о блудном сыне. В Новом Завете мы многократно встречаемся со сценами, иллюстрирующими подобную червоточину в человеке. Для христиан она словно инфекция, которой особенно подвержены люди, бывшие верными в своем свидетельстве и много и отлично поработавшие. Она просачивается незаметно и делает их совершенно несчастными. Им начинает казаться, что другие получили большее вознаграждение, нежели они. Все это проявление эгоизма и эгоцентризма. Но самое серьезное и тревожное заключалось в том, что в глубине души они считали хозяина виноградника несправедливым. Им казалось, что этот человек не прав по отношению к ним. Они полностью заблуждались. Он не подавал им ни малейшего повода для подобных мыслей. Тем не менее, они считали себя обиженными. Так и христианин порой испытывает искушение погрузиться в чувство, что Бог к нему несправедлив. Дьявол приходит и нашептывает, «Посмотри, как много ты сделал! И что ты за все это получил? Взгляни на того человека! Да он же палец о палец не ударил! А сколько имеет!» Христианину надо быть начеку, чтобы не попасть в эту ловушку. Иначе очень скоро он припишет неправедность самому Богу. Какая жалкая вещь это я! Какая уродливая и отвратительная! Каждый из нас, все мы виновны в этом отношении в той или иной форме и степени. Дьявол приходит к нам, лжет, а мы поддаемся на приманку и прислушиваемся. Мы начинаем сомневаться в том, что Бог в Своем обращении с нами справедлив и праведен. «Я» должно предстать в Своем истинном виде, без прикрас. Необходимо снять маску с греха, чтобы открылось все его безобразие и мерзость. Нет ничего удивительного, что Бог решительно осуждает эти скверные и низкие наклонности, как мы видим это в притче. Они – величайшая опасность нашей души и могут завести лишь в дебри несчастья и неудовлетворенности. Такие чувства и мысли в высшей степени ошибочны и греховны, и сказать в их защиту абсолютно нечего. Как же вылечиться от этой установки? Единственное средство – понять, что в Царстве Божьем правила игры нашего падшего мира не действуют. Господь, по сути, говорит, что Царство Небесное совершенно не похоже на все, что мы знали до сих пор. Это нечто абсолютно новое и полностью другое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Читаем мы во 2-м послании Коринфянам, в 5-й главе, 17-м стихом. Нам надо продумать эту идею детально. Однако сначала позвольте мне подчеркнуть еще раз, что каждый день нашей жизни мы должны повторять себе. Теперь я христианин. Я нахожусь в Царстве Божьем. Поэтому весь мой образ мыслей должен стать иным. Мне не следует брать с собой из прежней жизни старый образ мыслей. Мы склонны ограничивать понятие спасения одним лишь прощением. Однако принцип обновления необходимо применять ко всем аспектам нашей христианской жизни. Об этом не следует забывать и необходимо осознать некоторое конкретное проявление этого принципа. Никакой торг и никакое качание прав в Царстве Божьем неуместны. Стремление поторговаться и получить свое это роковое заблуждение. Нет ничего более ложного, чем этот живущий внутри нас дух, который твердит «Я сделал то-то и то-то, следовательно, имею право ожидать что-то взамен». Я знаком с очень хорошими евангельскими христианами, которые, тем не менее, так думают. И так, говорят они, если мы помолимся за что-то, то непременно получим это. Если мы промолимся за обновление всю ночь, то к утру уже точно будем обновленными. Поскольку известны исторические случаи, когда люди всю ночь молились и после этого наступало обновление, так давайте устроим молитвенное собрание на всю ночь, и на нас оно тоже снизойдет. Но такой образ мыслей начисто отрицает тот самый принцип, который Господь внушает нам. О чем бы ни шла речь, о молитве или о чем-то другом, я никогда не должен доказывать, что поскольку делаю что-то, то имею право и что-то получить. Решительно. Никогда. И, разумеется, действие этого принципа очень наглядно проявляется в самой жизни. Вспомните о тех многоочисленных молитвенных собраниях, в результате которых обновление так и не наступило. И я благодарю Бога, что оно не наступило. Какой бы стала наша позиция по отношению к Богу, если бы мы могли приказывать и получать то, что нам угодно, по нашей собственной воле? Давайте избавляться от установок типа «ты мне, я тебе». Святой Дух есть Господь. Господь Всевышний. Он посылает нам то, что считает нужным. Тогда, когда считает нужным. И таким способом, каким считает нужным. Другими словами, надо осознать, что мы не имеем права вообще ни на что. Но, возразит кто-нибудь, разве не о суде и награде учит Павел в главе 5-го и 2-го послания к коринфянам и в главе 3-й и 1-го? Разумеется, учит. А в Евангелии от Луки, глава 12-я, сам Господь говорит о тех, которые будут биты много, и о других, которые будут биты меньше и так далее. И что же, какой из этого следует сделать вывод? О такой, что мы должны всегда помнить. Даже награда дается по благодати. Господь не обязан вознаграждать нас. Пытаться определять и предсказывать вознаграждение значит глубоко заблуждаться. Мышление в категориях рынка и ропот по поводу вознаграждения подразумевает недоверие к Богу. Мы должны искоренить в себе подобное настроение и не допускать в сердце мысль, что Он якобы несправедлив к нам. Иначе вы ограбите сами себя. Заключая сделку с Богом, вы можете быть почти уверены, что получите ровно столько, сколько вы торговали себе и не больше. Работники в притче договорились работать день за динарий. Отлично, сказал хозяин виноградника. Я заплачу вам по динарию. Но когда пришли другие, он сказал им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. И они получили гораздо больше, чем ожидали. Они не мечтали о такой сумме. Друзья мои, христиане не торгуются с Богом. Торгуясь, вы получите только то, что вы торговали. Но если вы вручите себя Его благодати, то не исключено, что полученное превзойдет самые смелые ваши ожидания. А фарисея Господь сказал, истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Они совершают определенные поступки для того, чтобы люди видели их благочестие. Люди увидели, это все, чего они хотели. И это все, что они получили. Теперь перейдем к следующему принципу. Не ведите учет своим добрым делам. Не регистрируйте свою работу. Перестаньте быть духовными бухгалтерами. Единственным нашим желанием должно быть желание Его славы. Единственной мотивации стремление поступать так, как угодно Ему. В своих поступках неизменно сверяйтесь с Ним и Его работой. Желайте расширения Его царства. Сам Господь сказал, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Именно так вы должны работать в Его царстве. Именно тогда Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Нет надобности тратить время на ведение бухгалтерии. Он уже ведет ее. И какая удивительная эта бухгалтерия в Его царстве, будьте готовы к сюрпризам. Последние станут первыми. Это поворачивает наше материалистическое представление на 180 градусов. Первые становятся последними. Все наоборот. Благодать переворачивает весь мир. Дивны дела твои, Господи! Воскликнул псалмопевец в Псалме 138, в 14 стихе. Позвольте мне сделать одно личное признание. Это часто случалось со мной во время проповеди. Бог был милостивый, и я испытывал исключительное чувство свободы. Речь текла легко, как по вдохновению. И я оказывался достаточно безрассудным, чтобы прислушаться к нашептываниям дьявола. Он говорил мне, подожди, в следующее воскресенье соберется еще больше народу. Но когда через неделю я пошел к кафедре, то оказалось, что это не так. Потом было другое воскресенье. Я стоял на кафедре, выбиваясь из сил, проповедуя плохо и слабо. И дьявол сказал, в следующий раз совсем никто не придет. Но, слава Богу, в следующее воскресенье зал был полон. Я поднимаюсь на кафедру в слабости и ухожу с нее в силе. Я всхожу уверенным и оказываюсь глупцом. Это метод Бога. Так Он ведет свою бухгалтерию. Он знает нас гораздо лучше, чем знаем себя мы сами. Он постоянно делает нам сюрпризы. Вспомните главу 25 Евангелия от Матфея. Что Господь говорит о людях, которые в конце времен придут к Нему в ожидании награды, но которым Он не даст ничего. А теперь вспомните других, которым Он скажет, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И они скажут, но ведь мы ничего не сделали. Когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? А Он ответит, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Какое удивление испытают они тогда? Наши грозбухи бессмысленны, они лишены какой-либо ценности. Мы пребываем в Царстве Божьем и подлежим Божьей бухгалтерии, а она одна только благодать. Это подводит нас к последнему принципу. Нам следует не только признавать, что Царство Божье целиком основано на благодати, но и радоваться этому. Причина трагедии описанных в притче людей в их неспособности радоваться проявлением Божьей благодати. Они увидели, как отработавшим всего лишь час дается динарий, и вместо того, чтобы порадоваться за них, начали роптать и жаловаться. Они говорили, что это неправильно, и что с ними обошлись несправедливо. Секрет счастливой христианской жизни кроется в глубоком понимании ее благодатного характера и в умении радоваться этому. Так и вы, говорит Господь в другом месте, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Это записано в Евангелии от Луки в 17 главе в 10 стихе. Таково его учение и таков его пример, о чем Павел напоминает нам в своем послании к филиппийцам во 2 главе 4 и 5 стихом. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Он думал не о себе и не о своих интересах, он уничижил себя самого, отказавшись от всех признаков своей вечной славы. Даже свое равенство с Богом он не рассматривал как нечто, что надо во что бы то ни стало сохранить. Он не говорил, что бы ни было, с этим я не расстанусь. Совсем нет. Он смирил себя, забыл себя. Он выдержал до конца, вынес все, думая только об одном, чтобы Отец прославился и чтобы все люди пришли к Отцу. Вот в чем секрет. Не в оценке количества проделанной работы, не в введении счетов. Лучше помнить только о славе Божьей и почитать за счастье уже тот факт, что нас вообще призвали работать для Него и постоянно помнить, что именно благодать вывела нас из мрака на свет. И когда мы, вы и я окажемся на своем смертном ложе, то единственным утешением, помощью и подкреплением в эти минуты послужит не мысль о том, чем мы были или что сделали, а благодать Божья в Иисусе Христе Господе нашим. Христианская жизнь начинается с благодати, должна протекать в благодати и в ней заканчиваться. Благодать, дивная благодать, благодатью Божьей есть то, что есть. Первое Коринфянам 15, 10.